Праворульную машину Айбек Исраилов купил недавно. Взял ее вместо своей старой с левым рулем. Это комфортнее и намного дешевле в обслуживании, что позволяет неплохо зарабатывать в службе такси. Возить людей с восточного автовокзала по разным направлениям мужчина начал 8 лет назад. Услышав новость о том, что с нового года праворульные такси окажутся под запретом, не на шутку встревожился. Можно сказать, коллеги Айбека, которые также таксуют с восточного автовокзала, разделяют его возмущением. У многих праворульные автомобили есть и те, кто брал своего железного коня в кредит. Я-то, ладно, еще работаю, а некоторые люди еще подтаксуют, есть, которые таксуют. Но как раз отмечали инспекторы, большинство тяжелых ДТП преимущественно на междугородних трассах происходят именно с участием праворульных машин. Такие авто не приспособлены для правостороннего движения, принятого в нашей стране. По закону, с 1 января их запретят использовать для пассажироперевозок. Но некоторые депутаты Дюхурху Кенеша предлагают отсрочить эту норму еще на 5 лет. Один из инициаторов, Алмазбек Иргешов, Нардеп заявил, что законопроект вынесут на общественное обсуждение. В Кыргызстане зарегистрировано 138 таксиоператоров компаний. В них только зарегистрировано больше 7 тысяч праворульных автомобилей. Поэтому с 1 января, по идее, праворульные автомобили должны перестать работать как в коммерческих целях. Перевозить людей, перевозить коммерческие грузы. Поэтому мы сейчас в этом законе указываем, что срок перенесли на 1 января 2025 года, то есть на 5 лет. Использовать для личного пользования, привезенные еще до 2014 года, машины в основном из Японии разрешается. А вот заниматься коммерческим извозом нельзя. Однако, как это контролировать? Кто кого везет и везет ли за деньги почти невозможно. Механизмы реализации закона до сих пор не проработаны. В том числе и по этой причине депутат предлагает не вводить эту меру еще 5 лет.